Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и мы вновь в Need for Speed No Limits. Да, это BMW M2 Coupé. Такая вот красотка, она у меня 639 PR. Отпишите в комментариях, у кого сколько было по завершению данного события. У меня вот столько. И осталась последняя трасса. Мы выиграем 10 тысяч баксов. Это достаточно мало. Конечно же, уже на легкой сложности. Знаете, данное событие было очень легким для меня. Хотя редко, в принципе, в игру заходил. Так, немножко зашел, прошел трассы, забыл. Потом вечером, допустим, загрузил. Снова прошел какие-то повторные трассы. И так у меня накопилось вот столько RP. Ну что, давайте рванем. Тачка мне очень нравится. Многие уже отписали то, что, блин, у нее никакого тюнинга нету, только покраска. Ну и фиг с ним, дорогие друзья. Мы ее раскрасим, я думаю, шикарненько. Посмотрим несколько цветов. Что вообще можно на нее поставить? То, как она ведет себя на трассе, мне очень нравится. Относится она, кстати, к уличным машинам. Или к классу уличных каров. Вау, блин, все попы я собрал прям своим передним бампером. Тачилу мне очень нравится. Вот жаль, реально для нее никакого тюнинга не будет. Как бьются стеклышки, прям замечательно. Отпишите в комментариях свое мнение по данной тачке. Мне она зашла. Но заранее я знал, что на нее никакого тюнинга не будет. И это печально грустно. Но все же для своей коллекции, для своего гаража я ее решил выбить и показать вам. Отпишите в комментариях также, кто не смог ее получить и по каким причинам. Просто интересно. Но реально событие было простым. Ничего сложного. Итак, серия у нас завершена. 30 золота мы получили. Да, кстати, мы сегодня еще откроем 10 премиум контейнеров. Итак, фастлайн у нас завершен. Вот. Вот такая тачка тебя не расстроит. Форма и мощь, детка. Да, только тюнинг бы ты мне еще, Дуэйн, подкатил. Покатайся, ты заслужил. Следующее событие вот-вот наступит. Так что приготовься. А какое у нас еще следующее событие? Мне интересно. Итак, сейчас мне поближе мою красавицу покажет. Ох, шикарно. Ну, честно говоря, графон в Need for Speed No Limits очень классный. То есть для мобильных устройств это действительно вот прям шикарно. Еще бы, конечно, добавили больше трассы. Но это я уже говорил. И говорил, почему разработчики не добавили их. И, в принципе, это нормально. Немножко бабла мы получаем. И из 639 у меня RP остается 619. Конечно же, для нее есть моносерия. Мы в нее тоже отправимся. Но сначала, дорогие друзья, тюнинг. Конечно, мы хотим на нее посмотреть. Где ты, наша красавица? Че, серьезная? Ну да, она к уличным относится, но достаточно мощная. Мастерская. Комплект корпуса. Да, все верно. Здесь ничего у нас нельзя поменять. Колеса только можно поменять. Но, знаете, ее родные намного круче смотрятся. Что ж, давайте цветулечку ей поменяем. Давайте корпус. Давайте выберем мат. Ох, черная, по-моему, вообще бомба. Давайте поставим. Взрослая тачка прям. Ох ты. Белая ничего так смотрится. Но лучше, наверное, металл. Давайте вот такие поставим. Тормозные колодища. Розовый нет, не вариант. Вот оранжевый можно поставить. Так, что здесь еще можно сделать? Тонировищу. Давайте затонируем нашу тачку, чтобы вообще по-пацански она выглядела. Или это слишком? Думаете, другой цвет? Давайте попробуем желтый, если есть. Ну-ка, применить. По-моему, очень даже симпатично. Отпишите в комментариях свое мнение, но мне нравится. Если бы я оставил всю прям черную, ну это было бы просто черное пятно на дороге. А в данном случае она даже очень гармонично смотрится. Что ж, отправляемся в моносерию и будем кататься здесь. В воздухе. Да, 617. Нормально. Я думаю, эту моносерию даже можно полностью пройти. Но не знаю, не знаю. Зато, по крайней мере, здесь можно золотишко получить. Блин, матовый. Вообще шикарен. Могу вам сказать я, друзья. Даже хочу вам сказать. Ух ты, вообще. Прям черный, мать его, бумер. Только более такой современный. Так, стеночки не собираем. Блин, все-таки задел. Ну ладно, ничего страшного. Точила огонь. Можно еще, кстати, попробовать в белый мат перекрасить ее. И глянуть, как она будет смотреться. Вау, вот это был прыжочек, так скажем. Блин, вот два прыжка и нафиг. Стекла потрескались, блин. Немножко задел. О, зато мы первые. Отлично. Тачка мне определенно зашла. Ох, шикарно. Вот жаль, на нее нельзя никакие юбочки поставить, бампера. Спойлерочек вот ей определенно не хватает. Ваше мнение по-прежнему я жду в комментариях. Так, следующая трасса. Потратим, наверное, все баки горючего. Пока здесь против нас, кстати. Смотрите, BMW M2 купе. Следующее обновление, я надеюсь, будет уже вот-вот. Ждем, значит. Ох, она шикарно, шикарный. И, кстати, отражение в зеркалах прям есть. Ну, разработчики определенно постарались. Устройство, конечно, греется нехило от данной игры. О, у него, по-моему, тоже какой-то черный цвет был. А вот сейчас он, кстати, на солнце такой более коричневый и желтоватый. Что, в принципе, тоже неплохо смотрится. Давай, роднулечка. Гоним, гоним. Ну, шикарная. Шикарная, мне нравится. И Мерин предыдущий был тоже ничем. На него вы, кстати, можете посмотреть в предыдущем видео. И вообще, на многие тачки вы можете посмотреть на моем канале. Есть даже специальный плейлист по Need for Speed No Limits. В дальнейшем я еще какие-нибудь плейлисты добавлю по другим играм. Потому что боги арены, как вы уже знаете, закончились обновления на них. Больше игра, скорее всего, обновляться не будет. Последнее обновление было, насколько я помню, вообще в январе или в декабре прошлого года, что ли. Не помню, честно. Так. О, золотишко нам нужно забрать. Завершите не менее трех гонок с соперником в Блэк Ридже и можно получить пять повторов. Но они пока мне не нужны. Давайте отправимся заново в тюнинг мастерскую и попробуем перекрасить ее в беленький цвет. В матовый. Нет, не тонировка мне нужна. Корпус, давайте белый. Ох, блин, черт ей, белый очень идет. Ну-ка давайте какой-нибудь такой вот цвет возьмем. Ох, шикарные диски. Можно, кстати, перекрасить в какой-нибудь глазурь. Чем отличается? Не особо. Ух ты, прикольненько. Ух ты. Ох, во, шикарно, по-моему, купить. Если вы до сих пор задаетесь вопросом, откуда у меня столько очков тюнинга, есть специальное видео по этой теме, и вы можете его найти опять же в плейлисте и посмотреть. Я там более подробно рассказал, откуда все взялось, как я получил и так далее. Что ж, мы отправляемся снова сюда же. О, уже средний уровень сложности. То есть тут не все так просто. Да, соперники слегка подросли. 571. Самая максимальная RP у них. Ох, шикарно. Блин, белый тоже шикарно смотрится. Конечно, если сравнивать с Gear Club, там вот эта тачка не так симпатично выглядит, как здесь. Там вообще, конечно, графон не такой, как здесь, но и трассы там, и объем данных значительно выше, насколько я знаю. То есть карта там очень большая, плюс в дальнейшем будут еще какие-то трассы со снегом, по заснеженным горам и вообще дорогам. Очень будет интересно на них посмотреть. Ну, Need for Speed это все-таки от Electronic Arts. Они уже собаку съели на компьютерных играх, а именно Need for Speed серии. Их очень тоже много. И, естественно, они много уже игр сделали для мобильных устройств. Тот же SimCity, на него я тоже видео делал, но что-то забросил. А забросил я ее из-за того, что у меня данные потерялись и все стало грустно. Так, сколько здесь нам надо? Два бака. Они у меня будут через две минуты. О, пока эти две минуты идут, давайте перейдем и посмотрим на премиум контейнеры. Уж больно мне хочется пагани свою аэру получить. Что ж, давайте десять купить. Попадись мне, пожалуйста. Хочется тебя прям прокачать. Итак, первый. Муу, Koenigsegg. Неплохо, шесть чертежей. Nissan Skyline не очень. Mercedes. Тоже не то. Viper. Было неплохо. Beha. 99-го года. Супер двигатель. Ну, пожалуйста, дайте мне мою аэру. Черт. Ну, в принципе, неплохие. Как бы тут чертежи попались. И Koenigsegg есть. И Viper, который нужен мне в испытании тюнинга. Хороший автомобиль. Так. Что ж, куда мы перейдем дальше? В гаражик. Давайте я, кстати, вам покажу все свои тачки, может быть. Или в каком-нибудь другом видео это все сделаем. Ну, Beha, конечно, шикарно. Может быть, ее можно прокачать прям вообще? Опа! Уровень механика у нас поднялся. А, ну, естественно, мы же прошли новое событие, поэтому он поднимается. Насколько я помню, 27-й уровень это самый максимальный. Ферма у нас построилась. Ладно. Не будем прокачивать ее. Давайте отправимся в Пагане. Зайдем сюда. Еще пять чертежей осталось, дорогие друзья. Так, что тут можно прокачать? 118 тысяч. Мне еще требуется, конечно, немножко бабосик. Фу, 30 секунд у нас осталось. Отлично. Давайте отправимся обратно в моносерию и уже прокатимся на нашей Бэхе. И заработаем мы еще 20 золота, что достаточно неплохо. Давай, родная. Вот у нас и поступила дозаправка, и можно отправиться в гонку. Где же ты, моя красавица, беленькая? Покажите мне ее. Вот она. Великолепно смотрится. Шикарно прям. Мне она очень нравится. Я надеюсь, я удовлетворил ваше желание, дорогие подписчики. Многие писали то, что, блин, сделай открытие премиум контейнеров, и вот я вам его сделал. Ох, жестко прям по пенсию я врезался. Все потому, что иногда я смотрю на монитор ПК, иногда на само устройство. Как робот прям начал говорить. Все дело в том, что, смотрите, когда я снимаю видео, снимаю я видео с помощью программы QuickTime, это стандартный проигрыватель на Mac, и то видео, которое идет на экране Mac'а, тут есть задержка. А то видео, которое на телефоне, естественно, там задержки вообще нет никакой. И вот из-за этого я сейчас в попке-то и врезался. Так, следующая трасса у нас, но топлива больше нет. Что ж, можно зайти еще в премиум контейнеры и купить еще один. Как бы я очень хочу себе Pagani Aero. Давай, Pagani. Эх, вообще, Volkswagen. Ну, можно на самом деле, кстати, купить. Pagani. У нас же есть разборка. Давайте глянем, почем она вообще там. И здесь у меня все куплено, все есть. 253 870. Блин, ну это очень дорого. Я, пожалуй, приберегу это для каких-нибудь деталей, потому что лучше легендарные детали купить для того или иного класса, так, не уличные, мне нужна гипер. Гипер, я сказал. Вот, гипер стоит у нас 414. То есть, вдруг какая-нибудь новая тачка появится в игре, допустим, Bugatti Chiron или, я не знаю, Regera. Это опять же Koenigsegg. Ну, может быть, еще какой-то гиперкрутой кар появится. И мне захочется его заполучить и, конечно же, поставить на него легендарные детали. Ну, а на этом мы закончим данное видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был по-прежнему Flickr. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!